Всем привет и добро пожаловать на мой канал и сегодня снова пустые баночки за уже май месяц, обалдеть, пролетел май, уже июнь и вы знаете, у меня почему-то опять накопилось немало пустых банок, поэтому давайте скорее приступим, я вам покажу, что у меня закончилось здесь, немало будет средств для лица, для тела, для волос, в общем-то все по порядку и хочу начать, наверное, я с масок, которые у меня закончились. Первая маска, это будет от белорусской косметики, биолита, это кислородная маска пудры для лица, безупречное очищение и мотирование, скажу так, она мне не понравилась, не понравилась, потому что, ну честно, все, что заявляет производитель на своем лице, я не заметила ничего, ни очищения, не то чтобы безупречного, в принципе, никакого мотирования, ну может быть, да, но у меня в принципе кожа сейчас не сильно жирнится, поэтому как-то вот что-то такое прям нет, и здесь производитель утверждает, что помимо того, что здесь белая глина, ледниковая вода, здесь экстракт дрожжей, который стимулирует синтез коллагена, разглаживает морщины, выравнивает цвет лица, не выравнивает абсолютно морщины, естественно, не разглаживает, сказать, что, как здесь указано, возвращает кожу сияние, нет, короче, если говорить коротко, состав здесь никчемный, и, к сожалению, насколько бы я не любила белорусскую косметику, то здесь я могу сказать, что это провальное средство, хотя из этой же серии я вам показывала энзимную пудру, она просто шикарная, а вот эта маска, я ее не могу порекомендовать, она просто плохая. От Фаберлик очень я люблю маску, это активная крем-маска для лица 2 в 1, глубокое очищение и матирующий эффект, это серия Эксперт Фарма. Вот здесь уже действительно хороший можно увидеть эффект. Во-первых, здесь также белая глина и оксид цинка в составе, и благодаря вот этому сочетанию в этой непосредственно маске можно увидеть и эффект мотирования, и то, что сужаются немножечко поры, и то, что кожа действительно очищается. При том, эту маску можно использовать несколькими способами, можно ей умываться, то есть использовать как такое средство для умывания, можно наносить как маску 10-15 минут подержать, и рекомендуется 2 где-то раза в неделю. Вот здесь уже состав поинтереснее, здесь она идет серия антиакне, то есть у кого какие-то высыпания, прыщички, она действительно подсушит прыщики, она действительно разгладит кожу, как-то сделает ее более светлой. В общем, я обязательно повторю эту маску, вот она мне искренне нравится, и я считаю, что она своих денежек стоит, и к тому же она относительно, в принципе, это бюджетная маска, так что я довольна и порекомендовать вам могу. Следующее, это тоже будет фаберлик, как-то начало такое фаберликовское у меня относительно, это все недавно, относительно недавно появилась эта крем-маска для лица питания океаном, чтобы я с такой скоростью за пару месяцев использовала до конца какой-то крем, а я буду называть, позвольте, это именно кремом, а не крем-маской, потому что для меня это крем, здесь была лопаточка для этого крема, крем-маски, баночка стеклянная, просто для меня это потрясающее было средство, я с огромным удовольствием повторила бы такой пудровый, немножечко свежепудровый аромат, маска довольно-таки жирненькая, она питательная, она не впитывается полностью на лице, и есть ощущение, что она работает. Утром просыпаешься, как будто бы такая немножечко-немножечко жирная пленочка, но не неприятная такая, кожа дышит, а вот, конечно, я не верю в то, что какой-либо там крем-средство вообще может разгладить морщины, но тем не менее, кожа настолько напитана, настолько сильно мне понравился эффект от этой маски, что кожа и дышала, и в то же время была напитана, и плюс ко всему, я ее наносила и утром, а не обязательно вечером, я вот на 100% ей довольна, я хочу попробовать, наверное, попозже и другие средства из этой серии Океанум, не устану повторять, что Фаберлик большие молодцы, и я прям вот в огромном восторге, вот в огромном восторге, кстати, я не помню, я смотрела ли состав этого средства, но самое главное для меня, что это работает, ух ты, масло Макадамии на втором месте, в общем, да, вот это средство я могу порекомендовать, особенно, мне кажется, подойдет для тех, у кого кожа сухая, вот у кого сухая, должно вообще просто вот как водичку выпивать кожа моментально, и очень, я думаю, будет нравиться, потом у меня тоже от Фаберлик закончился вот такой витаминный тоник для лица, самого тоника у меня нет, но я не принесла упаковочку, потому что я туда уже залила другой тоник, и просто удобный пуривизатор, очень хорошо он распределяется, и как бы такое мелкодисперсное получается распыление, что касается этого тоника, вот в нем, эта серия Асиул, ничего особенного, самый обычный тоник, мне гораздо больше нравится их ледниковая водичка, потому что у тоника очень яркая отдушка, и лично мне она не нравится, и тем, кому вообще, в принципе, не нравятся какие-либо отдушки в косметике, я думаю, что он не подойдет. Что касается, в принципе, этого тоника, по своему действию, я тониками обожаю такими пользоваться, когда я сижу за компьютером, когда я работаю, что-то делаю, нанесла, кожу немножечко так освежила, и в то же время увлажнила, и самое главное, что, во-первых, кстати, здесь есть экстракт азиатской шелковицы белой, и содержатся здесь также кислоты в составе, препятствуют, как заявляет производитель избыточной пигментации, но в этом плане я ничего не заметила, и если обратиться к самому составу, то очень важно, что на втором месте здесь какое-то там переработанное касторовое масло, но оно вообще не ощущается, и поры мне абсолютно не забивало, а на третьем месте здесь неоцинамид, то есть у тех, у кого есть какие-либо воспаления тоже на коже, ранки, помогает быстрее заживлять, и пантенол на четвертом месте, как бы состав здесь соу-соу, то есть как бы и очень хорошие какие-то экстракты есть, и в перемешку, но в принципе неплохо, в принципе, вот знаете, неплохо, я именно его, наверное, не повторю, но вот их, я люблю, говорю, ледниковую водичку, а так почему бы и нет, многим знаю, не нравится он именно из-за душки, а так он очень легкий, средство, в которое, опять Фаберлик, простите, но вот так вышло, у меня много чего от Фаберлик, и периодически заканчиваю, ну, кстати, уже дальше будет поменьше, средство, от которого я в полном восторге, это мусс-крем для умывания из серии их Биомика, PH 5.0, девочки, я просто влюбилась, я влюбилась в этот мусс, это, по сути, такое молочко, лосьон, я бы даже сказала, по своей консистенции, относительно жидкое, то есть это не мусс абсолютно, на мой вкус, это обычный такой вот крем, ну, лосьон по консистенции, которым я использовала в качестве, либо утром иногда умывалась, либо мне очень нравилось гидрофильное масло досмывать, то есть кожа остается увлажненной, нет ощущения, что доскрипа, она отмыта, мне перестало нравиться такое ощущение на своей коже уже пару лет как, и в то же время хорошо доочищает, убирает остатки, вот я пользуюсь сейчас из серии ICO, непосредственно их, хотела быстро сказать, гидрофильным маслом, и смывала потом вот этим муссом, в общем, мне настолько сильно понравилось, что я обязательно, вот это просто обязательно повторю, и вообще, вот я хочу сказать, у Faberlic, правда, я вот так вот обращаю внимание, смотрю на их составы, у них, правда, неплохие составы, они стремятся, постоянно улучшают, что-то делают, ну, я довольна, что сказать, если я довольна, если от цена качественна, какие-то средства завышена, конечно, цена, да, может быть, они того не стоят, но тем не менее. Средство, которое у меня тоже закончилось в мае, это биоталь, и это очищающее средство с маслом, вернее, не с маслом, а с сандалом, гель для умывания, это действительно по консистенции такой гель, довольно-таки густой гель, которого нужно буквально одно нажатие помпы, умываетесь, оно на моем лице, я читала, что он у кого-то пенится, оно вообще не пенится, то есть это просто, это тоже с таким правильным PH средством, вообще оно заявлено, как очень такое все натуральное, но если посмотрим на состав, то, к сожалению, нет, состав абсолютно не натуральный, ничего такого сверхъестественного этот гель не делает, он самое главное, я его использовала для утреннего умывания, он кожу неплохо, в принципе, очищал, после сна убирал остатки сальных выделений, и в то же время не пересушивал кожу, не отмывал ее там до какого-то иссушающего состояния, то есть мне это нравилось, но, но, вот сказать, что я за ту стоимость, что стоит это средство, я его повторю, нет, нет, такого восторга не произвел на меня, хотя очень много чего заявляет производитель, что должно делать это средство, и обновлять клетки, выравнивать рельеф кожи, тонизировать, подтягивать, увлажнять, ну, нет, самый обычный гель для умывания ничего, я выбрасываю, нашла просто в своих загажниках грязь Сакского озера, в общем-то, это какое-то здесь омыленные масла, оливковая кукуруза, кокосовая, кокосовая, касторовая вода, масло ши, короче, просто у меня валялось это средство, я про него забыла, а вообще вот эти вот, знаете, это как мыло, очень хорошо для тех, здесь также масло ментола, мяты есть, у тех, у кого кожа жирная, или на спине высыпание на теле, кстати, присмотритесь, крымская вообще, в принципе, косметики, и вот грязем Сакского озера очень хорошо подсушивают просто все на свете, просто здесь очень давно у меня лежит, я случайно нашла в шкафчике, и мне даже жаль, у меня было много таких баночек, я их все использовала, крем для глаз, пьюрита, пока вы будете еще наблюдать, как у меня заканчивается пьюрита, конечно, наверное, я уже что-то буду дальше пробовать для себя новое, два раза повторяла этот крем для глаз из зеленой серии с центеллой азиатской, и вот в первый раз этот крем творил, здесь аж 30 миллилитров творил чудеса, он настолько как бы подразглаживал мои гусиные лапки, как-то так питал хорошо, и утром наносила, и вечером, потому что, ну, вот мне хватало этого питания, он моментально в кожу не проваливался, не впитывался, и консилер как-то очень красиво, или тональный смотрелись, если я наносила перед макияжем, и вечером мне хватало, я чувствовала это увлажнение, во второй раз настолько хорошо, он мне, к сожалению, уже не зашел, мне стало его уже не хватать, то ли просто уже, знаете, с возрастом, все-таки в первый раз я попробовала, когда мне было лет 29, а сейчас мне там уже 32, и немножечко мне его не хватает, хотя, вот я хочу сказать, я очень вам рекомендую вообще всю зеленую серию с центеллой азиатской от пиорита, когда используешь первый раз эти средства, они просто творят чудеса, здесь 49% центеллы азиатской, здесь также есть, здесь есть кислоты, в общем, осветляет немножко, у меня, кстати, правда, когда я в первый раз пользовалась, у меня вот здесь вот есть пигментные пятна, а под глазами у меня прям выбелено было все благодаря этому крему, это было настолько наглядно, я в каких-то видео даже показывала, рассказывала, очень приятный, хороший, могу порекомендовать, прям вот, знаете, как бы, как обязательный, если вы не знакомы с центеллой азиатской, фух, давайте пойдем дальше, постараюсь чуть быстрее, для волос у меня закончилось три средства, фаберлик, кто соскучился за фаберлик, пудинг для волос с авокадо, классная упаковка такая яркая, само средство очень приятный, нежный, такой для меня цветочный, вообще аромата, и вот эта маска, она такая густая, она такое ощущение, знаете, как масло какое-то вообще непосредственно, очень мне понравилось, когда наносите, единственное, нужно хорошо прям волосы втирать, потому что иначе она так вот кусками отвалится, неплохо увлажняла волосы, сказать, что что-то прям чудесное, великолепное дело с волосами нет, но очень даже была неплоха, но, конечно, моя любовь, которая у меня всегда заканчивается и всегда есть, это Тресоме, восстанавливающая маска для волос, я ее обожаю, вот она делает мои волосы очень блестящими, вот сегодня тоже ей пользовалась, очень послушными, менее пушистыми, с приятнейшим ароматом, ой, боже мой, боже мой, как я с этого аромата тащусь, просто вот это моя невероятная любовь, походу придется мне доснимать потом видео, и батарейка садится, потом у меня от Vitex закончился вот такой вот бьюти-крем, несмываемый для восхитительных волос, для сухих, поврежденных, истонченных волос, честно, ничего особенного в этом креме есть, нет, вернее, ничего я не замечала, волосы как пушились, так и пушились, как где-то немножко секлись, так и секлись, кутикулки как-то не обволакивались этим кремом, то есть не становились такими, знаете, более послушными, поэтому, ну, вот этот крем я рекомендовать не могу, я, конечно, его доиспользовала, но ничего особенного не делает, я не поняла, Фаберлик что, убрал из производства нуки, зубные пасты, я безумно люблю их черную, это с кокосом, она мне надоела, эта зубная паста, но вообще, кстати, вот для деток, мне кажется, вообще это было бы супер, супер, теперь для, наверное, перейдем мы с вами, а, ну, гинкобелоба, вообще, все, я надеялась, я взяла себе, помню, огромную упаковку от Now Foods, вот этих витаминов гинкобелоба, она для, так скажем, более лучших ваших умственных способностей, для улучшения памяти, зрения, ну, для всего такого, могу констатировать, что память у меня как-то не улучшилась, умственные способности тоже на это никак не повлияло, пила, 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 подружка тоже пила, 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 ничего не заметили, никакого вообще эффекта, не знаю, девчонки, посоветуйте, что пить для улучшения, я очень сильно страдаю тем, что я стала все забывать, я что-то сказала, раз я тут же забыла, это просто ужасно, вот реально ужасно, кокосовое масло у меня закончилось, я тут же заказала, как вы видели во влоге, другое, это California Gold Nutrition, на этом масле, например, мы с мамой не смогли, ничего готовить абсолютно, потому что это было нам невкусно, я использовала вообще именно для масок, для масок, для меня самое то, хотя девчонки писали, что они готовят, все им нравится, но мне нет, так, в принципе, недорогое, но я лучше чуть переплачу и возьму от Jero Formulas, крем для тела тропический, органик шоп, манго, вот, к сожалению, вы знаете, аромата манго я здесь практически не чувствовала вообще, и несмотря на очень-очень хороший состав у этого средства, оно какой-то пленкой ложилось на мое тело, потом нужно было прям втирать, чтобы вот этих белых следов не оставалось, потом очень быстро исчезало ощущение напитанности кожи, поэтому, ну вот, к сожалению, лично мне не понравилось, потому что мне не хватило ни увлажнения, ни, тем более, там, какого-то питания, может быть, использовать летом так лишь бы было, хотя наносится вот таким вот прям каким-то оно жирненьким, но на коже в итоге это ощущение исчезает, и я, ну, мне вообще не хватило абсолютно, из бюджетного гидрофильного, так называемого масла для душа, но оно не гидрофильное, по сути, в общем, масло для душа бюджетное, Линда, очень даже неплохо, рублей 90 стоит, принцип, во-первых, здесь, ой, довольно-таки оно у меня чуть-то разлилось, довольно-таки приятный аромат у этого масла у меня с органой, да, и персика, плюс, когда на влажное тело наносите, начинает размыливаться, в молочко такое превращаться, кожа потом немножко увлажнена, благодаря тому, что это масло, в общем-то, мне очень даже понравилось, классно могу порекомендовать. От Органика, планета Органика, вот такая огромная бадья у меня закончилась, наконец-таки, скрабом, органовый скраб для тела, королевские рецепты, помню, дарила подружка, у него безумно приятный парфюмированный аромат, это скраб такой желейный, блестящий и мелкий-мелкий скрабирующий, я так думаю, что это сахарные, наверное, штучки, здесь непосредственно объем большой, средство очень действительно нежно скрабировало кожу, смотрю состав, ой, масло марокканской Органы на втором месте, экстракт белого лотоса на третьем, шелковый экстракт, короче, прикольное реально средство, не знаю, сколько стоит, говорю, дарила подруга, не смотрела, продаются или еще, или нет, и на подарок классно, и вот эту баночку я, скорее всего, оставлю, и аромат безумно приятный, и на коже такие мелкие-мелкие блесточки остаются, и нежная-нежная скрабирована за счет того, что здесь куча-куча вот этих мелких, таких будто бы сахарных, не царапающих скрабинок, потом просто кожа потрясающая, гладкая, бархатная такая, очень довольна, и также я осталась довольна вот таким скрабом, белослежный кокос от Spivak, это питательный, здесь соль морская, сахар, кокосовая стружка, органическое масло кокоса, девочки, ну, во-первых, упаковка здесь на зип таком, все, ой, вот так вот оно там выглядит, я вам поближе покажу приятнейший аромат натурального реально кокоса, вот что масло кокосовое пахнет натуральное, что это пахнет, и это уже такой жирненький за счет того, что здесь масло в составе, довольно-таки, действительно, питательный скраб, с одной стороны, вы себя скрабируете, а с другой стороны, после душа и использования этого скраба не нужно использовать вообще никаких, там, кремов, масел, потому что кожа уже напитана, и кожа тоже не царапает, аромат стоит потрясающий на всю ванную, очень-очень нравилось, просто вот восхитительно, рекомендую. Мне понравилось от Evroche крем для рук, хотя он, по идее, должен быть питательный, традиция хамама абсолютно быстро впитывается в кожу, абсолютно никакого ни улажнения, ни питания, ничего и близко, вот что есть, что нет, нужно постоянно мазать, 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 аромат не такой приятный, как у всей этой серии, мне не понравился. Продолжаю троксирутином пользоваться, уже не показываю. Средства для удаления кутикулы от Vitex покупаю на протяжении уже, наверное, лет 7, как минимум, если не больше, распариваю, наношу на кутикулу, и уже каждый пальчик отдельно обрабатываю, обрезаю, помогает не сушить кожу и дальше ее обрабатывать. От Synergetic хочу посоветовать средства для посуды, у меня это было сочное яблоко, у меня еще 4 или 5 штук, использую также в качестве мыла для рук, и очень нравится, руки не сушит, и для посуды, я уже говорила вам про Synergetic, что мне безумно нравятся эти средства, так как у них очень хорошие составы, био и удобные дозаторы, и также вот тоже мыло, аромагия, безумно нравится аромат этого мыла, и я хочу потом 5 литров в большой бадье взять, то, что ручки такие вот прям не требуется сразу, знаете, нанести крем, не сушает. Слава богу, я успела до конца отснять это видео, так что вот столько у меня было за месяц пустых банок, опять просто куча, не знаю, как я умудряюсь. Спасибо, что вы были со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, не забывайте писать комментарии, я буду очень рада с вами пообщаться. Ну а мы увидимся совсем скоро, до новых видео, пока-пока!